Досветит свет ваш перед людьми. Эти слова являются девизом кинофестиваля «Соль земли». Здравствуйте. Вы смотрите программу «Город Эсс». С вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня координаторы фестиваля Наталья Волкова и Галина Шарфудинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Фестиваль прекрасный, известный в Самаре и далеко за ее пределами. Девятый год он будет проходить в этом году. Но с чего же все начиналось? Откуда пошла «Соль земли»? Ну, фестиваль «Соль земли» появился не случайно на Самарской земле, потому что в 1928 году здесь начал работать «Корпункт». Это корреспондентский пункт центральной студии документальных фильмов. Вот с этого все началось. Потом этот «Корпункт» преобразился в студию кинохроники. И вот традиции эти, студии кинохроники, традиции кинодокументалистов, они как бы вот вошли в фестиваль. В 2008 году Павловский историко-культурный фонд был учрежден открытый всероссийский кинофестиваль. Именно вот документального кино. И назвали его «Соль земли». Ну, а вот тогда, наверное, ну не то, что обрадовались, это мягкое слово, наверное, очень. Документалисты хотели давно, потому как, вы понимаете, снимается очень много документальных фильмов, и как бы показать эти фильмы можно только на фестивале. И фестиваль, он очень хорошо показывает фильмы. В каком смысле? Вот люди приходят просто, обычные люди, приходит в старейший кинотеатр нашего города, художественный, с 9 до 9 вечера они смотрят, они обсуждают. У нас уже появились на фестивале, уже появились постоянные зрители. Вот, как бы фестиваль сам по себе несет добро, несет цель фестиваля, она, понимаете, подрастающему поколению показать, что есть в других регионах живут люди. Вот чем они живут? Можно, нужно и показывать, и нужно показать. Ну, фестиваль, вот вы правильно сказали, что он несет добро, и настолько это добро связано именно с тем, как люди живут на самом деле, правильно? Это же не игровое кино, кино документальное. Да, это документальное, это как бы исторический документ, будем так говорить. Вот день прошел, это история. Есть письменный документ, бумажный, а есть, это кино, кинодокумент. Вот, это вот как раз кинодокумент. Вообще, кинофестиваль, задумка кинофестиваля была у Михаила Михайловича Серкова. Он заслуженный деятель искусств, он кинорежиссер. И как бы он еще много лет назад, когда мы ездили на съемки, он говорит, вы знаете, как хорошо бы сделать на Самарской земле кинофестиваль, чтобы люди видели этот кинофестиваль, чтобы люди видели, как мы работаем, что мы несем, что мы вообще показываем. Я знаю, что и вы, Галина, вы работали на съемочных площадках, вы прям там были непосредственно. И что из этого запоминается больше всего, что вы проносите на протяжении вот всей своей дальнейшей жизни, что чаще всего вспоминается вот из той как бы живой работы, когда вы были непосредственно на месте? Это в первую очередь люди, понимаете, потому что документальное кино, это вообще жизнь. Вот сейчас мы об этом говорим, что это документ того вот дня данного, да, или же это фильм снимается, если там, допустим, какой-то исторический, он все равно идет по документам из архива. Вот, и те люди, которые что-то помнят, да, то есть это все равно встречаются интереснейшие люди. Это же не просто так вот, там режиссер задумал, да, у него задумка появилась, и все равно он ищет человека, который донесет ту мысль режиссера и ту правду, да, о которой хотелось бы сказать. Поэтому вообще документальное кино. И понимаете, еще документальное кино это что? А когда смотришь, как зритель, да, и ты же погружаешься в него и отвечаешь сам для себя на такие вопросы, кто ты, ну через призму этого фильма, кто ты, зачем ты. Вот что несет документальное кино, это же как бы... Документальное кино про все, что угодно можно снять, или есть какие-то ограничения, и там темы, за которые не берутся документалисты? Или за любое берутся? Нет, документалисты берутся всегда за любое. Другой вопрос, получается ли этот фильм так, как хотелось бы самому режиссеру или зрителю. Вот, но берутся за все. Мы очень много снимали, очень много ездили. Есть документальное кино, как по факту, есть, как мы называли раньше, заказухи. То есть заказные фильмы. И это тоже документальный фильм. То есть это показывается фильм, где, как люди работают, чем они занимаются. Вот мы снимали очень много картин на производственной теме. Это тоже документальное кино. Но очень мы благодарны нашему правительству Самарской области, Минкультуру, Минкультурию РСФСР. Вот. И нашим почетным гражданам, городскому округу администрации. Они молодцы, нас всегда поддерживают. Потому что документальное кино – это не коммерческое кино. Это кино затратное. Мы благодарны им за то, что много лет они нас поддерживают в этом начинании. И всегда вручают очень хорошие призы. Тоже и от городской администрации. И Николай Меркушкин тоже свой приз учредил в этом году. В прошлом году, да? В прошлом году. В фестивале. Ну, то есть я хочу сказать, все понимают, насколько важно документальное кино. Помимо того, что мы показываем фестивальные фильмы на площадке художественной, старый кинотеатр художественный, мы еще у нас есть такая хорошая традиция. Мы выезжаем в вузы. Авторы фильмов, кинодокументалисты ездят, рассказывают. Очень интересно наблюдать за аудиторией. Ведь там молодая аудитория. И, вы знаете, студенты, преподаватели задают очень такие, иногда они лицеприятные, иногда очень вопросы, ну, как сказать, трудные вопросы, трудно отвечаем. Но видно, как живой интерес к документальному кино. Конечно, если это было неинтересно, вопросы вряд ли бы задавали. Это наша жизнь, это как бы, но они вот говорят, что очень интересно, что вот мы здесь, в этом регионе так живем. И мы здесь можем видеть, как живут другие люди в других регионах, что их волнует, что их беспокоит. Интересно. Документальный фильм, это кто пришел в документальный фильм, не уходит. Это уже оттуда он не уходит. Это любовь. Вот предлагаю посмотреть один из фрагментов. У нас есть, к счастью, несколько фрагментов. И первым предлагаю 2007 года посмотреть кусочек документального фильма «Мироносец». Он называется «Смотрим, возвращаемся». В начале мы, когда детей водили в походы, мы пытались решить несколько задач. Первое – это неформальное общение. Дети начинают друг на друга даже смотреть по-другому. Если в начале ребенок приходит, который жил на улице, волчонок, он привык чуть что оскалить зубки, коготочки. Он готов ради каких-то своих выгод чуть ли не убить другого человека. Драка между детьми. Вот приходят они в детский дом, привезли этого, например, вот сегодня, а другого, с кем он дерется, две недели назад. Два волчонка таких вот сцепились. Взрослые не могут их растащить. Растащили. Ну, приводят ко мне. Я начинаю говорить. Знаешь, говорю, брат-то, драться-то это брат твой. Драться – грех какой. Человек – это образ и подобие Бога. По лицу там. Он смотрит на меня и говорит, я его убью сейчас. Убью. Как до него достучаться? Хорошо, он успокаивается. Я ему буду говорить опять. Он это не поймет. Никогда в жизни, пока он не прочувствует, что его жизнь, его благополучие зависит от него. Фильм 2007 года и в 2008 он был среди тех, которые вот на первом кинофестивале принимали участие. Вот те первые режиссеры, которые подавали свои заявки, которые участвовали, они продолжают из года в год свои работы предоставлять. Есть такие же наверняка? Да, есть. И, кстати, очень много заявок. По-моему, в этом году 200 заявок было. 200, да. 200 заявок было. Около 200. Около 200 заявок было. Но проходит всего 40 фильмов, допустим. 50-40 фильмов, не более того. Мы просматриваем очень много. Это титанический труд наших людей. Просматриваем очень многие. И вижу члены жюри, потому что в рамках фестиваля у нас проходит еще профессиональный творческий конкурс. Конкурс. Да, конкурс по пяти номинациям. И у нас жюри, очень известные кинематографы в составе жюри. Это председательствующая, она преподаватель в ГИКа, профессор Галина Прожика. Много лет она у нас уже тоже председатель жюри. Я хочу сказать, они тоже просматривают фильмы. Выбираем все коллегиально, все вместе смотрим. Каковы критерии этого отбора и отсмотра? Потому что все равно есть момент, нравится, цепляет. Но есть же и какие-то профессиональные точки, от которых должен человек отталкиваться. Это как раз номинации. Приходят фильмы, под какую номинацию она подходит. Допустим, здесь и сейчас. Это номинации, в которой отражается портрет людей, которые живут сегодня. Современные портреты людей наших, современная наша жизнь. Или, допустим, номинация «Времена не выбирают». Это как раз о людях, которые оставили след какой-то, исторические темы. То есть, каким номинациям подходит тот или иной фильм. Слушайте, хотела вот еще спросить. Говорят, вот слышала я, во всяком случае, такое, что людей, которые попадают в документальные фильмы, ну как актеры, в кавычках так скажем, что ни один актер профессиональный все равно не переиграет человека из глубинки, который от души, который даже не совсем, может быть, понимает, что его снимает камера, и ему все равно. Да, это совершенно верно. Это абсолютно. Потому что вот когда снимаешь в селе, допустим, ни один актер не сыграет то, что тебе скажет вот женщина. Понимаете, как-то мы снимали в Приволжье, здесь вот недалеко. Вот мы снимали, снимаем документальный фильм, и вдруг выходит женщина и поет частушку. Ну, вы знаете, и так поет она. Мы, конечно, это сняли. Это было не в сценарии, ни в чем. Мы сняли, потому что это искренне. Это от души, это до такой степени. Она говорит, вы знаете, мне настолько вот захотелось вот вам спеть. То есть актер это не сыграет. Так, ну, конечно, в зависимости от актера, но все равно так не сыграет. Ну, это правда, да? Да, это правда. Естественно, да. Наташа, сценарии все-таки они пишутся для документального кино? Конечно, конечно. Как это выглядит? Потому что, ну, написать-то можно все, что угодно. И в игровом кино, понятно, режиссер там махнул рукой, и артисты выполнили задачу. Здесь как? Ну, это скорее для Гали, да, вопрос. Ну, здесь как, я хочу сказать вам, тема задается всегда. Вот, знаете, стою однажды в очереди, подходит ко мне женщина и говорит, вы знаете, вот есть такая бабушка, вот у нее такая очень интересная история. И вот, вы знаете, она рассказывает историю, я прихожу, это рассказываю, и мы быстро пишем сценарии, потому что история интересная. Вот они появляются так. Иногда появляются, ну, они из жизни. Вот сценарии, сначала в жизни видишь ситуацию, а потом пишется сценарий. Но я имею в виду, что не бывает так, что посмотрел туда, пошел туда, а сценарий не такого рода. Нет, нет, нет. Сценарий как общая концепция, да? Да, общая команда. Да, совершенно верно. Такая цель поставлена. Да, какая цель поставлена. Хочется еще поговорить о природе и о том, как снимается документальное кино вот на фоне, на лоне природы, потому что она бывает, бывает дождь, да, не вовремя пошел, бывают еще какие-то вещи, бывает шторм. Как с этим бороться? Мы продолжаем снимать или мы тормозим, как бы, и откладываем? Ну, иногда ждем, иногда продолжаем снимать, потому что вот раньше, когда на пленке снимали документальное кино, это была, ну, вот в смету закладывали, допустим, один к двум пленку, один к трём, это потому что метод наблюдения. У нас есть, у нас был такой очень хороший, есть они, режиссеры, эти операторы, они вот знают, что, допустим, наблюдать за ребенком, это нужно одно, наблюдать за природой, потому что природа, она сегодня сейчас такая, через час, вы правильно говорите, дождик, солнце, то есть вот момент наблюдения есть, вот, то есть природу интересно, природу интересно снимать, да. Надо побольше запасаться. Да, да, побольше запасаться пленкой. Это сейчас на видео, на цифры мы пишем, а раньше это была пленка, пленка с рема, пленка шостка, пленка, это кодек, да, и пленка... А есть раз, все-таки вы больше испытываете счастье от того, что на цифру перешли, или все-таки еще остаются такие ностальгические вещи по пленочным каменам. Ну, конечно, по пленке, на пленке остаются. Ну, сейчас уже, как говорится, все идет вперед, все идет вперед, все современное, поэтому мы не можем... Хотя есть фильмы, есть еще, уже сейчас многие есть, которые снимают, возвращаются к пленке, я такое слышала. В этом тоже есть свое какое-то удовольствие. Да, 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 удовольствие. Черно-белое изображение. И в этом самая суть, собственно, особенно документального кино. Да, кстати, очень много фильмов именно в черно-белом варианте. Да и игровое кино сейчас некоторые режиссеры снимают. Да, идут на этот ход. То есть это... Не зря о природе начала говорить. Есть у нас еще один фрагмент фильма «Великие реки Сибири» 2010 года. Давайте тоже его посмотрим, небольшой фрагмент. Не было их до 67-го года. Погранцов хорошо было. Сидели пацанами и всю ночь самов ловили. А сейчас вот удочка и все. Остальным ничем нельзя. За сети сразу повяжут. Вон китайцы вроде появились. Наши напьются. Там гуляют всегда. Матерят их, на чем свет стоит. Ну, вот что самое интересное. Значит, китайцам можно рыбу есть, да? А нам нельзя. Они вот ловят ее сутками, все леток, без выходных. И помногу вылавляют. А мы в магазине покупаем. Вот все обидно-то. Раньше старики бы сейчас, не знаю, что подумали, в магазине на Амуре рыбу убрать. Сейчас берем. Привыкли к рыбе. Рыба охота зимой. Колоритный очень персонаж. Часто, да, такие встречаются люди, от которых невозможно оторваться, несмотря на то, что они, ну, может и смутюкнутся где-то, да, и от души прям. Ну, они естественные, они и в среде своей естественные. Иногда пленка закончится, а они говорят и говорят, и сидишь и слушаешь, на удивление. То есть это, как бы, личность уже. И это интересно, каждый человек, космос, говорят, да? Поэтому это настолько интересное, вообще необыкновенное. У нас стоит с вами прекрасная статуэтка, про которую мне тоже хочется, чтобы вы несколько слов сказали. И это та самая, которую вручают. Да, та самая, да. Это символ фестиваля вообще, это Архангел Михаил. Это покровитель всего доброго и борец со злом, который вокруг нас, да? А его много в это время, в наше время. И, что главное, это внутри нас. Ну, то есть вот так бы образно. И вот он стоит на земном шаре, опоясанной кинопленкой, что очень символично. И вот копье, и змей, это как бы зло, которое уничтожает. Но в свое время это был объявлен целый конкурс, потому что это приз, это итог той работы, которая, да? Поэтому было очень много работ, много представлено. И почему Архангел Михаил? Потому что вот Галина говорила о том, что в основе нашего фестиваля создатель, будем так говорить, это был Михаил Михайлович Зерков, наш, ну, самый, практически один из известных кинорежиссеров нашего Павла Ужи. И он был и заслуженный деятель искусства. Вот, поэтому как бы все символично. И в эти дни проходит, это будет день... День Архангела Михаила. Да, то есть как бы вот все вместе. Все сложилось. Все сложилось, да. И Архангел Михаил вообще это вот символы надежности, защиты и силы Божьей. То есть, ну, вот все как бы... И вот такие статуэтки в свое время, да. И сейчас мы считаем, что это... То есть объединил все те проекты, те, которые, значит, нам предоставлены. Очень талантливый человек, который живет в Тольятти, это Дмитрий Власов. Это его, конечно, вот такой итог. И это из бронзы статуэтка. И по номинациям Галя, которая объясняла, вот победитель фильма по каждой номинации получает вот такую статуэтку. Но есть помимо, помимо этого, есть еще серебряная. Вот, получает оператор. По всем фильмам, вот, самый-самый, да. Вот. И еще есть гран-при. Гран-при. Она позолощенная. То есть вот так вот. Вот так даже. Слушайте, ну это, конечно, весомые такие значимые призы. Времени, к сожалению, у нас мало остается. А еще хочется кое-что обсудить. Буквально вот скоро, с 19 по 23 сентября у нас снова начинается фестиваль. Девятый фестиваль. Что, коротко, что планируется, кого зрители увидят? Может быть, какие-то есть новички, на которых стоит обратить внимание и обязательно прийти? У нас будут приглашены актеры. Санаева, Куравлев. Это будут с ними творческие встречи. Замечательно. Да, очень хорошие. Еще планируется Александр Михайлов, но еще не получили. Да, да. Ну, и это будет потом показ фильмов, как всегда будет с 9 до 9 вечера в художественном. Вход бесплатный. Приходите, смотрите. Очень интересные фильмы. Не будем раскрывать всего, но вы увидите, вы не пожалеете. Придете, если вы не пожалеете. Да. Еще у нас остался один фрагмент, небольшой, но очень колоритно-интересный. Мне вот очень понравилось, и мне очень хочется, чтобы зрители тоже его увидели. Давайте посмотрим этот фильм «Остановка» 2012 год. «Остановка» Если у тебя одиноко не снится, Если в нем не научится вида, Если в тебя от тебя вернется, А песни эту припомним тогда. Эй, ру-ла-ты, 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 ру-ла-ла-ла. Ничему деляется место, Рядом с тобой мы мое сезло. Если к другому вводит невеста, То неизвестно кому повезло. Тру-ла-те-ру-ла, тру-ла-те-ру-ла, тру-ла-те-ру-ла-ла-ла-ла. Верь, не исключенно остался без денег, Верь, что придет изменение в судьбе, Если же ты просто лентя и бездельник, Песня-то вряд ли поможет тебе. Как на вас люди реагируют, когда вы приходите в народ снимать? Они охотно идут на контакт? Или бывают те, которые категорически нет, закрывают лицо, говорят, не надо мне снимать? Или всякое бывает? Ну, всякое бывает. Но бывает, очень крайне редко. Мне кажется, вот сколько я работала, Люди всегда идут охотно на контакт, Особенно если снимаешь их место жизни, Вот как они живут, они с удовольствием рассказывают. Можешь вечером к ним прийти, вечерами, Вот мы приходим, садимся с ними, разговариваем. Они настолько откровенные, Когда к ним приходишь, они откровенно рассказывают все. Поэтому у них получается, Когда на экране смотришь, Искренне очень получается все, искренне. Ну, бывало такое, что кого-то, вот, было желание снять, А человек отказывался, обидно? Ну, у меня в практике не было. Не было такого? У меня не было такого. Вы счастливые, у меня вторая картина. У меня не было, да. Не было, не было. Не было в практике такой. Как-то мы умели с ними, Мы сначала с ними разговаривали, А потом говорили, что мы хотим вас снять. Но потом они, видимо, располагались, Ну и, наверное... А спрашивали потом, а где меня покажут? Да, конечно, конечно, безусловно. Поэтому очень жалко, что документальные фильмы... Я, честно говоря, вот очень часто вижу на вашем экране, На вашей канале вижу документальные фильмы. Даже иногда вижу свою фамилию, Бегущей строкой, свои фильмы. Очень приятно, когда смотришь. Вы понимаете, когда мы смотрим документальные фильмы, Мы возвращаемся туда в то время. Стараемся поддерживать. Спасибо вам огромное, что пришли. К сожалению, время заканчивается. Приглашаем еще раз всех самарцев и гостей города С 19 по 23 сентября На фестиваль «Соль земли». Со зрителям прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием до встречи. Продолжение следует...